Члены Палаты представителей Конгресса США, 29 октября 2019 года, приняли резолюцию, в которой признают так называемый геноцид армян в Османской империи. Армянский фактор всегда использовался для решения своих вопросов. Если бы их не было, то их надо было просто придумать. Очевидно, что сближение Турции и России, выстраивание сегодня российско-турецких отношений практически на уровне союзнических, не может не будоражить умы тех, кто веками разводил по разные стороны баррикады эти страны. Крестовые походы Запада были направлены против турков, представляющих обширный исламский мир, после развала арабского халифата и русских, как наиболее значимая составляющая православного мира. Но все крестовые походы были проиграны Западом. Тогда и были разработаны новые технологии, то есть не воевать с врагами в отдельности, а заставить врагов воевать между собой. И тут армянские ходоки, выпрашивающие в Европе государственность, были перенаправлены в Россию. Так в голову российских правителей была внедрена идея, Россия – главное право преемницы о православии, и Константинополь должен стать русским городом. Таким образом, Россия и Турция оказались по разные стороны баррикады в течение 300 лет, почти в 50 лет с перерывами, эти страны находились в состоянии войны между собой, хотя были совместные успехи, объединенный русско-турецкий флот под командованием адмирала Ушакова в 1796 году разбил наполеоновский флот. Начавшиеся сближения России и Турции в сегодняшней истории двух народов, были омрачены провокациями, сбитым российским самолетом, убийством посла России в Турции. Однако мудрые руководители этих стран, реально оценив провокационный характер этих акций, стали на путь большого сближения по всем жизненно важным вопросам обеих стран. Это не могло не вызывать соответствующей реакции мирового армянства. Субтитры создавал DimaTorzok Ответ очевиден. Геноцида не было, но важно на этом полакомиться в будущем, путем реализации различного рода тектонических процессов в регионе. Жажда столкнуть большие региональные государства, вовлечь Россию в военное противостояние в регионе, главная цель некоторых отщепенцев армянского народа, что в первую очередь нанесет огромный вред самому армянскому народу. Необходимо отметить, что действия армянского лобби во всем мире, реально действуют в разрез интересам России, политике единения России с исламским миром и всем тюркским пространством. Азербайджанские диаспорские организации России, решительно осуждают решения членов Американской палаты представителей. Мы рассчитываем, что, согласно регламентированному законодательному процессу в США, принятие законов, резолюций, это прерогатива Сената и президента, взвешенно чувствующих ответственность за принятые решения, то есть проект резолюции, это только инициатива палаты представителей. Мы надеемся, что разумность и трезвость возьмут верх.